Сегодня в Чебоксарах двоим сиротам вручили ключи от квартир. Они получили жилье в новом доме по улице писателя Лаврентия Таллерова. Квадратные метры выданы по договору социального найма с возможностью приватизировать. Как долго новоселам пришлось добиваться положенной квартиры и сколько еще сирот в столице республики до конца года станут обладателями собственного жилья, расскажет Ирина Николаева. Мария Пудейкина готовится к своему первому новоселью. Заветные ключи от новой квартиры уже на руках. Можно осматриваться и планировать, как создавать здесь уют. Долгие годы она ютилась в квартире вместе с родственниками. Положенное от государства жилье добивалось 8 лет. Много я ходила по всевозможным инстанциям, подавала заявления, документы писала, носила целые кипы бумаг, ну и наконец-то вот обелась. Очень нравится квартира, светлая, уютная. Главное своя. Мы долго ждали и наконец-то мечта сбылась. Квартиру выдали после вмешательства прокуратуры. Три года назад суд вынес решение обеспечить сироту жильем. И только теперь все переживания по этому поводу позади. С 8 лет Мария жила в канажском доме-интернате. Потом была учеба в университете. Сейчас она работает воспитателем в детском саду. Пока ждала законные метры, сама успела стать мамой. В долгожданную квартиру переедет вместе с дочкой. Обживаться на новом месте семья планирует ближе к лету, когда закончится учебный год. У меня ребенок ходит в кадетскую школу. Нужно будет подумать, как бы ее перевезти поближе сюда. Мария стала владелицей полноценной однокомнатной квартиры, в которую можно въезжать прямо сейчас. Установлены и плита, и сантехника. Площадь чуть больше 34 квадратов. Собственным жильем также обзавелся Александр Иванов. В очереди на получение квартиры он с 2012 года. Ключи от новой жилплощади ему и его невесте выручил глава столичной администрации Денис Спирин. Надеюсь, этот дом подарит вам уют, счастье. Я понимаю, с девушкой. Так что семейное счастье уже не с горями. Желаю вашей семье всего самого наилучшего, светлого, доброго. Спасибо. Разрешите вручить вам ключи, постановления. В Чебоксарах почти 850 сирот пока не обеспечены жильем. Причем у каждого третьего на руках есть решение суда. В прошлом году законные метры получили 18 человек из этого льготного списка. Двое воспользовались жилищным сертификатом. В нынешнем году бесплатные квартиры получат 170 сирот. Впервые за последние годы нам удалось освоить денежные средства в полном объеме. Не секрет, что основная проблема для застройщиков – это низкая цена квадратного метра. Как я говорил, в результате совместных усилий удалось повысить цену квадратного метра как в июле прошлого года, так и в начале этого года нам вновь повышено. Квадратный метр почти 57 тысяч рублей. В этом году на приобретение квартир для сирот выдалено почти 163 миллиона рублей. Аукцион на их строительство объявят в ближайшие дни. Планируется, что на эти средства сдадут еще 89 квартир для сирот в столице республики. Ирина Николаева, Игорь Ульянов, Вести Чувашия.